О том, знают ли брещане, кто такие клещи, какую несут угрозу и как от них защититься, наша съемочная группа решила узнать у них самих. Ответы оказались разными. Ни разу не кусал. Дочку кусали, меня нет. Дочка, когда маленькая была, сейчас уже взрослая. А вы как-нибудь защищаетесь от них? Нет. Да тут, по-моему, их на речке-то и нет. Что-то я не слышал, как вот здесь на речке покусали клещи. У меня были не ядовитые. Мы их достали, и это было два раза в деревне. И вообще их легко достать, но есть, конечно, такие, которые тяжело достать. И у меня был один в голове, который мы почти, ну, уже была почти туда, который, ну, тот клещ, который у меня уже почти в голову залез. Слышала такие народные методы маслом помазать, сразу вызвать врача. Ну, это уже как бы предотвращение, да, то есть это уже случился инцидент. А как предотвратить? Чем намазаться или что сделать? Ну, не гулять, наверное, в сезон клещей, там, где лес. На первый взгляд, клещи – безобидные маленькие существа, которые, как и мы, любят тепло и весенний-летний период. Однако впечатление обманчиво. Укусы этих членистоногих безболезненны и неощутимы, но таят в себе угрозу. Опасен он тем, что он является переносчиком многих заболеваний. Две основных, которые на слуху – это вирусные энцефалиты и лаймборелиоз, но также они являются переносчиками более 30, чего мы не знаем, оно не на слуху, но на самом деле это так. С начала года в учреждения здравоохранения Бреста и района поступило более 1 тысячи обращений с укусами клещей. Из них порядка 300 – дети. Что называется, подцепили членистоногие, а не в разных местах. Большая вероятность встретить клещей есть, к примеру, в парке воинов-интернационалистов, в микрорайонах Южный, Плоска, Дубровка, Гершоны и Красный Двор. Зараженность клещей лаймборелиозом по Бресту 56%, клещевым энцефалитом порядка 4,5%. Если вы собираетесь в лес, на дачный участок, на отдых за городом, лесопарковые зоны, необходимо соблюдать простые меры профилактики для того, чтобы не встретить клеща и не познакомиться с ним довольно близко. А именно, одевайте одежду, закрывающую тело, также следует пользоваться репеллентами, это средства, которые отпугивают клещей. Необходимо устраивать самовзаимосмотры каждые 2-3 часа, предупредить детей от игры в высокой траве. Если, несмотря на предпринятые меры, укусы избежать не удалось, то такие симптомы, как зуд, покраснение, нагноение ранки и ухудшение общего самочувствия должны вас серьезно насторожить. А лучше обратиться к врачу, не дожидаясь проявления болезни. Удалить клеща при помощи пинцета или обычной нитки можно и самостоятельно. А вот грамотно провести профилактику и терапию заболеваний, переносчиками которых он является, сможет только специалист.